Приветствую вас! Я бы сказал, что вопрос достаточно деликатный, конечно, тот, что вы задаете, и мне кажется, мне думается, что рассматривать его нужно в целом, то есть не какую-то отдельную часть, да, только, а в целом весь вопрос, и рассматривать нужно максимально подробно его подоплеку, которая имеет место быть. Вот. Значит, смотрите, вы пишите, стоит ли рассказывать маме, да? Моё мнение здесь следующее. Ваша личная жизнь, она только ваша, и вы праве либо рассказывать, либо не рассказывать. Это первый момент. То есть, до определенных, до определенного, так сказать, предела, да, рассказывать, в принципе, не обязательно. До определенного момента рассказывать, в принципе, не стоит. Вот. Вот. Но если отношения ваши серьезные, если они прям вот уже как бы достаточно тесно интегрированы в вашу жизнь, вот, то в таком случае, я думаю, что рассказать стоит. Опять же, смотря для чего, да, то есть, если вы ищете или ждете одобрения, то это один момент. Если вы просто ставите человека, например, в известность, это другой момент. И мне думается здесь, что вот эти аспекты, их нужно обязательно как-то, ну, эти аспекты нужно обязательно как-то учитывать, да. Поэтому здесь основная, основной характеристикой является цель, ради чего, для чего. Дальше. Мы с моей девочкой очень боимся говорить родителям об отношениях. Значит, вы с вашей девочкой боитесь говорить родителям об отношениях. В чем заключается страх? Ну, вот, конкретно. Страх – это запрет. Страх – это запрет. Запрет на чувства, например, это запрет на какие-то проживания, да. Это страх наказания, по сути. То есть, здесь момент и с детства имеет место быть. То есть, вот, у ваших родителей есть какая-то позиция по данному вопросу, да. У ваших родителей есть какой-то аспект, есть какой-то пунктик, есть какое-то ограничение, какой-то стереотип. Вот. И этот стереотип настолько плотно интегрирован вам, да, что вы, собственно, испытываете страх. То есть, это, по сути, идет взаимодействие не между вами и родителем как таковым, а идет взаимодействие между вами и вашим внутренним родителем, который имеет место быть у вас. Который, естественно, берет свое начало у родителя внешнего, но потом все-таки становится родителем уже вашим внутренним. Вот. То есть, это возможно, но не обязательно подсознательный запрет. А подсознательный запрет, значит, себе, да, например, ну, например, подсознательный запрет себе иметь какого-то рода определенное отношение. Допустим. Вот. Подсознательный запрет проявляется в виде ограничений какого-то рода и так далее. И это скорее, это скорее ваша проблема, нежели чем проблема, скажем так, ну, проблема ваших родителей, например. Потому что, в принципе, ваши родители могут думать абсолютно все, что угодно, ну, это их, в общем-то, правило, это их, в общем-то, дело. Вот. Ага. Значит, начать, ну, думать определенным образом. Вот. Дело в том, как вы это все воспринимаете. То есть, насколько это влияет на вас. Конкретно на вас. Понимаете? Вот. То есть, если на вас это влияет, допустим, ну, достаточно сильно, да, если на вас это влияет достаточно ощутимо, то можно, значит, проанализировать этот аспект. То есть, по какой причине на вас это влияет, то есть, по какой причине на вас это влияет, вот, по как влияет, да, что конкретно вас это вызывает, какие конкретно у вас возникают противоречия. Вот. По данному аспекту и по данной ситуации. Вот. Какие конкретно у вас трудности имеют место быть. Да? Вот. Потому что, еще раз повторяю, что проблема того, что вы боитесь, это проблема, скорее, ваша. Это проблема, скорее, вашего восприятия, а не родителей. Вот. Но это зависит от того, насколько вы с этим, например, согласны или нет. То есть, согласны вы с этим или нет. Вот. Это зависит от этого. То есть, если вы свое внимание обратите именно на данный аспект, то вы сможете переакцентировать, значит, фокус с внешней стороны родителей на внутреннюю сторону, на себя. Вот. И тем самым сможете уже работать непосредственно с собой. То есть, взяв ответственность за то, что происходит на себя же. Дальше, значит, опять же, мы с моей девушкой боимся. Посмотрите, мы с моей девушкой, мы боимся, это позиция достаточно обезличенная. Ибо вы с девушкой не можете бояться. Боитесь конкретно вы и конкретно она. И конкретно вы боитесь одного, конкретно она боится другого. По факту. По сути дела. Вот. И не может быть такого, что вы обе боитесь, например, чего-то одного. Это невозможно. Ну, тут, конечно, есть вероятность того, что вы боитесь, в принципе, одного из того же. Но, даже если так, даже если это действительно так, все равно вы боитесь казни из чего-то своего. Дальше. Значит, наши родители гомофобы. Здесь с моей, с ее стороны. Ну, понимаете, здесь, конечно, очень большая вероятность того, что у вас есть некий элемент обратной связи, скажем так. То есть, что это значит? Что значит элемент обратной связи? Элемент обратной связи означает, что имеет место быть, возможно, имеет место быть некий контр-сценарий. То есть, вот, мои родители гомофобы, а я, значит, буду вот такой, да, с такой ориентацией. То есть, я хотел бы обратить здесь ваше внимание именно на то, именно на то, значит, как вы пришли к этому? И уверены ли вы в том, что это ваше, что это ваш выбор? Вот. Заметьте, я не хочу подвергать сомнению вас, да, я не хочу подвергать сомнению то, что вы считаете для себя важным. Я просто хотел бы, чтобы вы были уверены в том, что это именно ваш выбор и не чей-то еще. То есть, как бы подтвердить его. Довольно, довольно странно, что ваши родители гомофобы, а вы, соответственно, не традиционный ориентаций. Обычно это возникает как своего рода против, ну, противоречие, своего рода противоречие. Вот. То есть, подсознательное, иногда инфинктивное нежелание быть такой же, как, например, родители и так далее. Вот. Подтверждение этого мы слышали неоднократно. Девочки же даже ничего говорить не нужно. Я все же думаю, что это большой груз в душе, в душе. А вот груз в душе, он какого рода? Груз в душе, в душе, он какой? Что из себя представляет? Это, на мой взгляд, очень важный момент, потому что, видите ли, проблема в том, что груз в душе испытываете вы. И надо бы понимать, что это ваше чувство, это ваша ответственность за то, что вы это чувствуете. И если это ваше чувство и ваша ответственность, то за это отвечаете также вы. То есть, вы что поступили в отношении, теперь вы хотите об этом рассказать. Опять же, для чего? Знаете, зачем? В какой реакции вы ожидаете? Ну, в ответ. Знаете? Вот это, мне кажется, очень важный момент. Именно то, какой реакции вы ждете. То есть, с чем связано с решением груза. Да? Опять же. И чего вы ждете от того, что вы расскажете своими родителям, да? О том, как обстоят дела. То есть, нет ли у вас, нет ли у вас здесь каких-то, знаете, ну, может быть, завышенных ожиданий от того, что должно произойти? Нет ли у вас такого все-таки скрытого ожидания, что вас одобрят, что вас поймут, что позволят быть той, кем вы хотите быть и так далее? То есть, нет ли, нет ли, грубо говоря, здесь элемента борьбы? Вот, это то, что я хотел и хотел бы, чтобы вы постарались понять. Дальше. Так хочется свободы понимать. Так, ну, здесь смотрите. Что-то вам хочется свободы. Это нормально. Но, опять же, свободу вы можете обеспечить себе сами. Для этого не обязательно кому-то что-то рассказывать. А понимание, вот тут вам хочется понимания, это означает, что вы сами себя не удовлетворяете. То есть, вам никого не хватает того, что вы хотите. Вам нужно подтверждение извне. Вам нужна поддержка. И с этой целью вы хотите рассказать. Вот. Ну, подсознать. Подсознать. То есть, я понимаю, что на рациональном уровне вы, может быть, готовы к тому, что вас не примут, к тому, что вам, ну, вас будут негативно оценивать и так далее. Но в душе вам хочется поддержки. Ну, хочется вас поддержать. Вот. Вот. И мне, мне думается, что это не самая лучшая, не самая лучшая мотивация для того, чтобы рассказывать такие вещи. Потому что, если вы собираетесь рассказывать о своей личной жизни, например, что о ней нужно рассказывать, ставя как бы перед фактом, что мама, я встречаюсь с этой девушкой и всё. Всё. То есть, больше вообще ничего здесь не нужно. А у вас, получается, ну, вы сами, в принципе, знаете, вы сами знаете, что у вас получается. Вот. И в этом, на самом деле, и заключается основная трудность. Вот. Вы говорите, как подготовить, значит, ну, надеясь, что можно подобрать какие-то слова. Чтобы адекватно вас приняли. Ваш выбор. Вот. Понимаете? Поэтому понимание, в чём вы хотите. Понимание, в чём у вас нет сейчас. Может ли ваш родитель дать вам это понимание. На мой взгляд, не может. На мой взгляд, он лишён такой возможности, возможности. И если это действительно так, если это действительно такая история, то понимание вам лучше искать в другом месте, в другом источнике, не здесь. Вот. Дальше. Так. Значит. Дело может принять и скандальный оборот. В каком случае? Что вы подразумеваете под скандалом? И чем это грозит для вас? Я косвенно говорил о маме о ЛГБТ, о фильмах и книгах, такой тематике. Но одно дело, когда касается персонажей с ней, другое свой ребёнок, стоит не говорить маме. Ответил на ваш вопрос. Если да, то как её подготовить? А вот здесь, пожалуй, есть очень важный момент. Ага. Никак. Вот. Банально, да? Банально. Банально. Никак. Потому что приготовиться к этому нельзя. Элементарно. Просто нельзя и... Вот. Просто нельзя и всё. Понимаете? Ну, не подготавливаются люди, как бы. Так же, как и к другим моментам, которые могут проявляться по-разному, да? Вот. Люди не готовы слышать некоторые вещи. Вот просто не готовы это слышать. Всё. По сути. Знаете? И вам, вам, вам нужно это понять. Понять, что нет каких-то слов, абсолютно нет каких-то слов, которые вы могли бы употребить для того, чтобы... Аммм... Сказать маме. Я вам дальше больше скажу, да? Сказать маме там или кому-то ещё. Я вам даже больше скажу. Я вам даже больше скажу. Если вы будете вести себя неуверенно, если вы покажете свою слабость, свои сомнения, то это вызовет еще больше негатив со стороны мамы вашей, например, да, чем если бы вы, ну, если бы вы сказали бы, ну, как бы иначе, понимаете? Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что действовать нужно решительно, действовать нужно уверенно в себе, действовать нужно кратко, то есть, вам необходимо быть краткой. Вот. Если вы, если вы хотите сказать все-таки маме. Ну, вот, действовать нужно кратко. Вот. И просто перед фактом, что мама, я встречаюсь, эта девочка, она там, прости, я знаю, как ты к этому относишься, ну, вот. Вот так. Все. То есть, по сути, больше вы, по сути, вы больше и сказать ничего не можете, понимаете? По сути, больше нечего сказать. Нечего больше сказать. Нечего больше говорить. То есть, понимаете? Просто нечего больше говорить. Ни о чем. Вот. И да, маме, конечно, маме потребуется время, чтобы это принять. Конечно, маме будет тяжело это принять. Конечно, мама будет, скорее всего, очень сильно против. Да. Это так. Это так. И вам нужно быть к этому готовой. Потому что, по большому счету, мама это далеко не самый страшный и серьезный противник, который у вас может быть в плане ваших отношений и в плане, так сказать, сопротивление, сопротивление тому, тому, что вы делаете. Вот. Поэтому я полагаю, что если это ваш осозненный выбор, и если вы стремитесь к этому, ну, вот, к этому выбору, да, если вы знаете, что это ваше, если вы чувствуете, что это ваше, вот, то мне думается, что лучшее, что вы можете сделать, это, хотя бы, вот, перед мамой адекватно себя в этом повести, то есть, воспринимать это как опыт, опыт отстаивания своей позиции, пусть и такой болезненный, да, местами тяжелый, местами неприятный, но тем не менее. Вот. И, значит, на выходе получится так, что либо вы будете уверены, в себе еще больше, вот, значит, либо вы просто поймете, что это не ваш абсолютно. Вот и все. Но объяснять что-то и доказывать свою позицию, ну, например, что для вас это счастье, что вы счастливы, ну, вот, благодаря этому, да, не имеет смысла, потому что, во-первых, люди с определенными стереотипами никогда не поверят в это, это первое. Вот. Второе. Дальше для счастья, да, даже для счастья нужно время. То есть, если ваши родители действительно ориентированы на вас, да, не на себя, а на вас, вот, то тот факт того, что, значит, вы счастливы в отношениях, да, он осознается не сразу родителям на это время. И все это время вам нужно своим выбором, своей уверенностью в выборе, да, демонстрировать, что родитель, именно родитель, не прав. Понимаете? Вот. Ну, не прав. В своем отношении к данной ситуации. Понимаете? Вот так. То есть, это не какой-то перманентный результат, да, это именно вот последовательная демонстрация того, что вам важно, последовательная демонстрация того, что вы хотите, и последовательное отстаивание от того, что вам нужно. Только так и никак иначе. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.